Девушки отдыхают Вы начали свою карьеру с игры Age of Empires в 1998 году Да, где-то так, я думаю У вас не было опыта в разработке игр Вы реализовали все свои амбиции в Age of Empires в 1998 году? Да, большую часть Большинство людей, которые приходят в игровую сферу, не имеют опыта Это не та сфера, в которой ты можешь пойти в школу и научиться там Я играл во много игр и примерно понимал, чем должен заниматься геймдизайнер Знаете, я начал с очень низкой роли и работал там на протяжении 10 лет И, соответственно, набирался опыта Что вы можете выделить как основной опыт, который вы переняли из Age of Empires? Я думаю, что я ощутил разницу между тем, что нравится мне, как игроку, и что нравится остальным игрокам Поначалу я думал, то, что нравится мне, понравится и другим игрокам тоже Но со временем я понял, что мои ощущения иногда меня подводят Насколько я знаю, вы пришли в Blizzard в 2013 году Нет, не совсем В 2013 году я пришел в Riot Games В Blizzard я пришел где-то в 2009 И вы помогали разрабатывать аддон в Raz of the Leech King? Да, это был первый аддон, в разработке которого я принимал участие Сообщество знает вас как человека Который любит пообщаться с фанатами в Твиттере и на форуме У вас был никнейм GhostScroller, да? Да, да И хотелось бы знать Первая Какая самая странная вещь, что вы слышали от фанатов? Вторая Самая смешная Третья Самая пугающая Я думаю Наверное, самая странная вещь Это когда я был в Шанхае, в дамплин шоп Там был молодой человек, и он был в футболке Диабло Он меня узнал и попросил сделать с ним селфи И посетители магазина думали, кто это такой Это звезда кино? Мы не знаем, кто это И это было очень смешно Правда? Да, это было вне игровой среды и тому подобных вещей И смешная Наверное, это и была смешная Странная, это когда люди подходят ко мне, просят автограф Ну и мне на чем расписаться, и просят расписаться на себе Автограф на теле? Да, да И пугающая Не думаю, что-то прям сильно, чтобы пугало Иногда игроки могут говорить всякие неприятные вещи И выходить из себя, и обычно они идут на поводу у эмоций Забывают, что по ту сторону экрана тоже сидит человек Если я не ошибаюсь, вы начали работать в Riot Games над League of Legends в 2013-2014 годах Да, примерно так Между 2015 и 2017 игра начала применять некоторые стили оформления ущелья призывателей Игра стала меняться Она изменила графику и стала выглядеть круче League of Legends стала посвежее и выглядела уже не так, как в 2013 и 2014 годах Игра сильно поменялась в визуальном плане Это была ваша идея? Скорее, это была коллективная идея У нас очень сильное лидерство Знаете, когда Riot Games только начинали свой путь с League of Legends Они завлекали только определенный узкий круг игроков Так как у игры на тот момент не было должной популярности И сейчас это очень известная игра И у нас очень много дизайнеров и программистов, которые и помогают нам делать игру лучше и лучше Я бы хотел поговорить об оформлении Кровавая Луна Она очень красная На нее трудно смотреть Но все же она очень красивая Можете ли вы сказать Что фанаты говорят вам об этом оформлении? Знаете, я соглашусь с вами, что она красивая Вполне возможно сказать, что на ней непривычно играть Если вы привыкли к стандартному оформлению, то сложно привыкнуть к оформлению Кровавая Луна И многие чемпионы не очень вписываются в карту в плане оформления так, как должны И знаете, тут мы чуть-чуть должны обновить Кровавую Луну, чтобы игроки чувствовали себя комфортнее Найти, знаете, некий баланс между соревновательной составляющей и визуальной Насчет обновления предсезона Оно выглядит очень сложно Скорее, непривычным Таланты убраны Синяя эссенция объединена с IP Действительно сложно и непривычно Что фанаты говорят вам по этому поводу? Riot Games сказали, что они могут все изменить, если будут получать плохие отзывы Что же будет дальше? В общем, мы получаем положительные отзывы Но, конечно же, приходят и некоторые возражения Некоторые даже в восторге от предстоящих изменений И мы спрашиваем, что вы думаете об этом? А что об этом? Но, как я уже сказал, отзывы положительные И мы идем по этому курсу В 2018 году игра будет выглядеть примерно как Heroes of the Storm Я имею в виду, что система опыта изменилась и появилась система лута Примерно так? О, да, у нас появилась система лута и опыта Многие игры сейчас имеют такие вещи Тут еще играет роль ожидания игроков Мы ушли от того, что игроки просто играют в игру, потому что это весело Нужно привносить что-то новое, чтобы игрок чувствовал прогресс с каждой игрой Мне бы хотелось кое-что узнать Когда вы начали работать с Blizzard, вы работали с World of Warcraft Но все знают про Проект Титан Вы принимали участие в разработке? Нет, я не работал конкретно с Проект Титан Одна из причин, по которой я начал работать в Blizzard, это потому что они набирали команду в разработку Проект Титан И они собирали некоторых разработчиков в команду, которые позже разошлись по другим играм Таким как World of Warcraft, куда я, собственно, и перешел Насколько я знаю, многие наработки Проект Титан ушли в Overwatch Как выглядел Проект Титан до того, как его, можно сказать, закрыли? Blizzard пробовали очень много стилей для игры И мне кажется, что почти нет разницы между Проект Титан и Overwatch Проект Титан должен был стать новым в World of Warcraft ММО играм, но RPG играм сейчас очень сложно стоять на одном уровне с моба играми Такими как League of Legends, Dota 2 и Heroes of the Storm Что вы думаете по поводу RPG игр? Смогут ли они вернуть свою былую популярность? Стать на уровень с моба играми? Я думаю, что хорошие RPG игры 2017 и 2018 годов Такие как Ведьмак 3 и Persona 5 Они выглядят очень здорово И они одиночные Я думаю, что очень сложно сделать что-то подобное в ММО Например, как Destiny 2, которая сочетает в себе ММО-жанры Что нам следует ожидать от Лиги Легенд в будущем? Может быть, какие-то другие стили оформления для Ущелья Призывателей или для какой-нибудь другой карты? Мы уже говорили про Кровавую Луну и думаю, мы и дальше будем пробовать разные стили оформления для Ущелья Призывателей чтобы она удовлетворила игроков С точки зрения системы, мы должны сделать ее лучше Также мы собираемся поработать с системой рун и привести ее к достойному виду И после этого, наверное, мы больше уделим времени системе лута или мете Сейчас вы можете играть на топе, миде, в лесу или на ботлейне Может быть, мы поищем новые методы игры Должны ли мы работать с картой? Карта не изменилась с точки зрения структуры По-прежнему есть лагерь и крипов и можно перебираться с одной линии на другую Вы можете сказать, что вы геймер? Что вы имеете в виду? Конечно, я геймер Во что вы играете? Я играю во много разных игр Играю в одиночные RPG игры Мне очень нравится Horizon Zero Dawn Это фантастическая игра Играл в новую легенду о Зельде И жду следующую игру про Марио Я очень люблю эти игры Я немного играю в спортивные игры Я небольшой фанат FIFA или гоночных игр Иногда мои друзья говорят Эй, ты должен попробовать эту игру, она потрясающая Какой у вас любимый жанр? К примеру, файтинг, RPG? Наверное, я скажу RPG В основном это такие игры, к которым хочется вернуться Но я работаю над соревновательными играми И к ним тоже хочется возвращаться Существует PlayerUnknown's Battleground Игра является рекордсменом Steam на данный момент И она смогла побить рекорд Dota 2 Теперь же разработчики хотят обойти League of Legends По количеству игроков В данный момент в League of Legends Играют 100 миллионов человек в месяц Что вы скажете? Ну, на это уйдет долгое время PUBG это хорошая игра, очень популярная У нее могут быть большие цифры И нужно посмотреть Смогут ли разработчики поддерживать такой онлайн Чтобы игроки играли и чувствовали изменения Это круг жизни игры Смогут ли пользователи оставаться в игре в последующие года? Что вы можете сказать об этом жанре? Королевская битва У нас есть PlayerUnknown's Battleground и Fortnite Что вы думаете об этом? Я думаю, что это очень захватывающий жанр Очень много вещей, которые выглядят очень здорово Чувство экспериментального геймплея Игроки могут чувствовать, что они могут многое попробовать Типа, давай спрячемся в здании Или, давай поедем на машине Также я думаю, что это очень интересно Что во многих играх есть проигравшие и победители И игроки думают Скорее всего, я не смогу выиграть И, если ты победил, то это очень здорово Но если ты проиграл, это примерно то, что ты и ожидал Даже в такой игре, как League of Legends Ты проигрываешь приблизительно 50% игр И когда ты выигрываешь, ты рад А когда проигрываешь, расстраиваешься Вернемся к League of Legends Соревновательной составляющей игры Очень много регионов СНГ, Турция, Северная Америка, Европа Даже Япония Каждый регион особенный В чем разница регионов? В любом случае, эти игроки геймеры И не важно, где они живут Одним может нравиться одно А другие могут быть немного в замешательстве из-за другого Разница большая Мы открываем офисы Riot в каждом из этих регионов Мы нанимаем специалистов, которые могут разговаривать на одном языке с игроками И понимать, что игроки имеют в виду на данный момент И что можно было бы изменить или улучшить Чтобы игроки могли сказать Ребят, вы знаете, что произошло в этом регионе? Сюда стоит обратить внимание Я игрок в League of Legends Играю в СНГ и Европе И я заметил, что разница между версией для Европы и СНГ существенная В Европе я могу поиграть в ранговую парную, ранговую гибкую, выбор слепую и обычную драфтовую Но в СНГ я могу сыграть только ранговую парную, выбор слепую и ранговую гибкую В СНГ я хочу сыграть в обычную драфтовую, но не могу Почему? Обычно мы это делаем из-за того, что в каком-то конкретном регионе недостаточно игроков Если у нас будет много разных очередей, то игроки будут очень долго искать матчи Но если мы пустим игроков в одинаковые очереди, то игра будет находиться очень быстро И у нас будет очень сильный матчмейкинг Региональная разница в матчмейкинге во всем мире, когда кто-то предпочитает выбор слепую и обычный драфт И если это будет во всех регионах, то поиск игры может затянуться на часы Вы следите за чемпионатом мира? О, да, это очень здорово Кто ваш фаворит? У меня нет фаворитов, я слежу за китайскими командами, ведь чемпионат мира в этом году проходит в их регионе SKT Сможет ли эта корейская команда снова стать чемпионами мира? Ведь если это случится, они в очередной раз докажут свое звание лучшей командой мира Да, вы знаете, SKT лучшая команда в мире Они заслужили стать чемпионами Мы будем приятно удивлены, если они снова станут чемпионами мира У них хорошая командная игра и координация Но в этом году они не так сильны, как раньше Мы слышали, что они, может быть, играли в плеера Non-Battlegrounds Кто ваши любимые игроки? Любимые игроки Я повторюсь, не люблю слово любимые Кто из игроков вам нравится? Узи мне нравится Кто еще? Бэнк, Вулф Ребята из SKT О, да, я думаю, ребята из SKT и некоторые китайские игроки Что насчет TSM? Я знаю, что TSM очень популярна в США На любом турнире в Америке, будь то турнир по CSGO или Dota 2, мы слышим чанты TSM, TSM И, может быть, вам нравится Бьорксон? Да, мне он очень нравится Он очень талантлив Люблю смотреть, как он играет Вообще, я надеюсь, что однажды TSM смогут пройти все внутренние испытания Хотя я не уверен, что это будет в этом году TSM — это команда из США, в которой я уверен Разумеется, у вас есть регионы, за которыми вы следите Конечно, вам нравится Северная Америка Какие еще регионы вы назовете? Мне очень нравится смотреть на китайский регион Я чувствую, что в ближайшие два года этот регион станет сильным Корейский регион, он очень соревновательный Я имею в виду, что им сложнее играть, чем командам из американского региона Ввиду конкуренции внутри лиги Также очень интересно наблюдать за командами, которые появляются из ниоткуда Такие как Albus, NoxLuna Это был феномен Да, да, Gigabyte Marines тоже очень впечатляющие На MSA 2017? Да, когда мы видим команды из других регионов, которые в ударе, это очень впечатляет